Зарплаты, пособия, пенсии. Пенсионный фонд по Чувашии уточнил порядок выплат в новом году. Мой город. Столичные школьники будут снова изучать историю Чебокса. Весь мир театр. В районах республики стартовал культурный марафон. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в командировке в Москве. Он принял участие в совещании по программе развития сельских территорий, которое провел премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В этом году на развитие села правительство России направит более 25 миллиардов рублей. Подготовить проект программы Министерство сельского хозяйства страны намерено к 15 марта. За последние 4 года в Чувашии капитально отремонтированы более тысячи многоквартирных домов. О планах на будущее и о сложностях в работе Республиканского фонда капремонта говорили на совещании главы Чувашии и правительства республики. На капремонт многоквартирных домов в 2019 году предусмотрено более 780 миллионов рублей. Аукционы на проектирование проведены еще летом. С февраля уже начнут определять подрядчиков собственно строительно-монтажных работ. Конкурсы, кстати, позволяют не просто сэкономить средства, но и расширить список объектов ремонта. По исполнению предыдущего предкосрочного плана капитально-ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2017-2018 годы на высвободившиеся средства и полученную экономию в июле дополнительно включили в план капитального ремонта 2018 года 93 многоквартирных дома на сумму 231 миллион 700 тысяч рублей. По исполнению 139 видов работ. Работы по основному списку в основном завершены до октября 2018 года, а по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из дополнительного списка завершились к середине января текущего года. На ближайшие три года по программе запланирован ремонт общего имущества в 740 многоквартирных домах на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Глава Чувашии напомнил о том, что ремонтные работы не должны причинять людям необоснованных неудобств. До начала отопительного сезона все работы по коммуникации, все должно быть завершено. И тогда, когда уже прохладная погода и начинают коммуникации менять. Несмотря на то, что количество отремонтированного жилфонда увеличивается с каждым годом, к сожалению, растет и задолженность граждан. Сегодня это около полумиллиарда рублей. В настоящее время в суд поданы иски на взыскание задолженности на общую сумму 100 миллионов рублей. В 2018 году более 20 тысяч семей погасили задолженность. Директор фонда Капремонта отметила, что сроки выполнения работ, предусмотренные договорами, в основном выдерживались подрядными организациями. Чувашия станет пилотным регионом проекта «Цифровая трансформация сельского хозяйства». Холдинг «Российские космические системы» и правительство Чувашии приступили к реализации дорожной карты по созданию универсальной цифровой инфраструктуры управления экономикой региона. Пилотный проект «Цифровой трансформации сельского хозяйства», намеченный на 2019 год, охватит несколько отдельных хозяйств. В дальнейшем планируется расширение и до уровня общерегиональной платформы с подключением всех сельхозпроизводителей республики. С начала года страховые пенсии увеличились в среднем на 1000 рублей. Социальные вырастут с 1 апреля, а пенсии работающих пенсионеров – с 1 августа. Что еще изменится в 2019-м, смотрите в нашем сюжете. Жители села получат прибавку к пенсии. 25% от фиксированной выплаты или 1300 рублей. Повышение коснется тех, кто отработал не менее 30 лет в сельском хозяйстве и до сих пор проживает в сельской местности. В стаж идет работа растеньеводствия и животноводствия. Правительство утвердило специальный список, в котором более 500 сельскохозяйственных профессий. Казалось бы, внушительный перечень, но он не охватывает все должности. Будем собирать, предлагать совместно министерствам сельского хозяйства и пенсионному фонду, естественно, я думаю, наше министерство сельского хозяйства, совместно с профсоюзами, вышестоящую свою организацию, чтобы каких-то должностей или рабочих мест не осталось. К сожалению, такие имеются, оказывается, редкие профессии там были. Граждане не должны огорчаться, если какой-то профессии нет. Мы будем до последнего защищать интересы наших лиц старшего поколения. С 1 февраля проиндексируют ежемесячные денежные выплаты на уровень фактической инфляции на прошлый год на 4,3%. Перерасчет пройдет автоматически. По нашей республике федеральными льготниками на сегодня является 101 тысяча граждан. Но самая большая категория – это среди них инвалиды. Следующая категория – участники боевых событий. В среднем размер после индексации ежемесячных денежных выплат у нас составляет 9420 рублей. Если вы попали в категорию льготников недавно и хотите получить положенные выплаты, нужно обратиться в любой орган пенсионного фонда или подать заявку через портал Госуслуг. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, Республика. Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании «Коммунальные технологии». Дело передано в Калининский районный суд. Генеральному директору компании «Коммунальные технологии» предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями уклонения от погашения кредиторской задолженности на сумму более 500 миллионов рублей, а также в неисполнении двух вступивших в силу решений суда. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащую обвиняемому квартиру, а также находящиеся на его банковском счете денежные средства. Причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям подтверждается результатами проведенной по уголовному делу финансово-экономической судебной экспертизы показаниями более 100 допрошенных по уголовному делу свидетелей и другими материалами уголовного дела. Сегодня в Калининском районном суде начались слушания по этому делу. Уголовное дело по факту смерти ребенка в бассейне спортивной школы номер 2 Новочебоксарска отправлено в суд. Напомним, 17 ноября в День здоровья там утонул 9-летний ребенок. Директор второй спортивной школы города Спутника обвиняется в совершении преступлений, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и халатностей, повлекшим за собой по неосторожности смерть человека. Установлено, что в период времени с мая 2017 года по ноябрь 2018 года директор спортивной школы организовал платные занятия в плавательном бассейне без надлежащего медицинского обеспечения и наблюдения за безопасностью в создании занятий, а также без назначения спортивной школы необходимыми спасательными средствами. То есть фактически оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Материалы уголовного дела для рассмотрения по существу направлены в Новочебоксарский городской суд. Сейчас перед каждым днем здоровья назначают ответственных лиц за их проведение. 78 пожаров произошло в нашей республике только в первые недели 2019 года. В огне погибли 8 человек. В минувшие выходные спасатели 10 раз выезжали на тушение бань. К счастью, большинство подстройок удалось отстоять, но ущерб нанесен значительный. Основные причины традиционные. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Неправильная эксплуатация отопительных печей и неосторожное обращение с огнем. О рабочих буднях огнеборцев в нашем сюжете. Осенний-зимний период считается самым пожароопасным. Поэтому в такие рейды огнеборцы выходят каждую неделю. По графику выезжаем в каждую деревню, в каждую среду. Проводим подворовый обход, сход граждан. Объясняем людям требования пожарной безопасности при топке бичей, при сжигании мусора. Простые правила. Не оставляйте детей без присмотра, следите за печами. Пользуйтесь только сертифицированными электроприборами. Не перегружайте электросеть. Эти слова мы слышим с детства. Однако статистика показывает, многие их игнорируют и в буквальном смысле играют с огнем. За 2018 год в нашем районе произошло 20 пожаров. На этих пожарах погибло 7 человек. Основные причины пожаров – это нарушение правил устройства и электрооборудования, а также нарушение правил эксплуатации печей. Также у нас произошли пожары по причине неосторожности и обращения с огнем, в том числе и при курении. Особенно хочется отметить, что на пожарах у нас погибло 7 человек. Все погибшие, основная часть произошла в нетрезвом виде в результате курения. Особое внимание при этом уделяем многодетным семьям, одиноким престарелым гражданам. Еще одна категория – строители-самоучки. Те, кто сам на свой страх и риск кладет печи. Вот такая памятка поможет понять, как не допускать ошибок и на что обращать внимание при эксплуатации. При топке печей должны это производить взрослые люди. Детям не допускается. Постоянно нужно следить за его состоянием. Предлагаем вам установить здесь металлический лист. Такие беседы очень нужны, признаются жители. Огонь ошибок не прощает. Пожарники приехали, объяснили, какие недоделки, какие неисправности. В ближайшее время, буквально завтра уже начнут переделывать все. В первую очередь по электричеству, не по стандарту сделано. И вот этот охот не полностью по пожарным требованиям сделан. Потому что это, как говорится, для самих жена. Не дай бог, ворон, как говорится, у нее все, что может, а пожар ничего не оставит. Не обходят вниманием и школы. С ребятами проводят беседы, показывают изнутри работу огнеборцев. Объясняют на конкретных примерах, как действовать при пожаре и обращаться с огнетушителем. В этот раз на экскурсии кадеты. Ребята увидели, как пожарные собираются на выезд по тревоге. Узнали, как правильно тушить очаг возгорания. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика. Научно-исследовательский институт социальной статистики в Санкт-Петербурге ежегодно проводит конкурс «Лучшие колледжи Российской Федерации». По результатам 2018 года лауреатом стал Чебоксарский профессиональный колледж имени Никольского. Данный статус позволяет использовать логотип «Лучшие колледжи России». Сейчас в образовательном учреждении учатся более 2000 студентов из разных регионов России и дальнего зарубежья. История столицы Чувашии с древнейших времен. К 550-летию Чебоксар переиздали учебное пособие «Мой город». В третьей четверти чебоксарские шестиклассники получили новые учебники и еще один урок в расписании. С 99-го года историю Чебоксар преподают в обязательном порядке во всех столичных школах. Предмет «Мой город». Путешествия по Чебоксарам изучают с 5-го по 9-й класс. Спустя почти 20 лет содержание учебников по краеведению решили дополнить. Новые учебники уже поступили в школы города. Дети восприняли этот новый курс очень хорошо, положительно, им нравится. Предмет будет проводиться с 6-го класса по 10-й включительно. Начинается поэтапное внедрение этого учебного курса. Содержание интересное. Там и география, там и история, там и культура, спорт и даже ЖКХ. И даже транспортные артерии города. Особенно интересно узнавать что-то новое. Тем более учебник построен так, что с первых же занятий есть чем увлечь детей, удивить. В 24-й школе первый урок «Мой город» провел начальник управления образования администрации города Чебоксара Дмитрий Захаров. Учебник получился довольно удачный. В нем принял участие прежний авторский коллектив. Это доктор исторических наук Анталина Петровна Данилова. Также доктор исторических наук Татьяна Николаевна Иванова. И в целом учебник носит не только академический характер, но и более, так скажем, популярный, легкий для усваивания именно для школьников. Начиная с третьей четверти мы начали преподавание во всех школах города. По тематике учебник для каждого класса совпадает с изучением истории России. С новым учебником школьники отправятся в путешествие на машине времени. С момента основания Чебоксар до сегодняшнего дня. Год театра дал старт культурному марафону в республике. Начиная с января все районы подготовили календарь особо важных событий, связанных со знаменательными датами, известными именами. В Ядринском районе год театра открыли 28 января. Дата не случайная. Это день рождения Тани Юн, первой чувашеской актрисы. Последние штрихи в декорациях, репетиции и роли перед выходом на сцену. На открытии года приехали коллективы со всего Ядринского района. Театр здесь любят, ценят и понимают. Театр, как говорится, заполняет нашу жизнь. Во-первых, селезрить тоже ведь, как сказать, где-то надо участвовать и в театре, и в художественной самодеятельности участвовать. Это дополнение нашей жизни. И хочется, конечно, порадовать людям, людей. Обычно Наталья Яковлева прячется за ширмой, озвучивая кукольные роли. В этот раз лиса говорит ее голосом. В спектакле «Медведь и лиса». И лиса пошла к медведю. Тук-тук-тук. Кто там? Соседи. Актеры Асламасского народного театра любят ставить кукольные спектакли. Причем на двух языках. У них есть единомышленники и в других селах. Я думаю, что театр нужен, чтобы имя Тани Юн сохранилось, чтобы молодое поколение от нас, им чтобы осталось вот это, они тоже, чтобы полюбили театр на сцене выступать. А вдруг у кого-то есть талант, кто-то станет великим актером. На малой родине помнят и чтят Таню Юн. Кроме театральной сцены ей покорился кинематограф. Ее называют первой чувашской киноактрисой. Она снялась в фильмах своего мужа-режиссера Иакима Максима Кошкинского. В день ее рождения здесь показали фильм о талантливом кинорежиссере, чьей музой была Таня. К примеру фильма мы решили привести именно в Ядринском районе, потому что здесь родилась Таня Юн, первая чувашская киноактриса. Они вместе с Максимом Кошкинским очень много сделали для развития театра и для развития кино в Чувашской республике. Первые творческие шаги Таня Юн сделала в школьном драмтеатре в селе Балдаево, а в свою родную деревню Чербай. Последний раз она приезжала в 1974 году. Жители нашей деревни, деревни Чербай, запомнили ее очень доброй, добродушной, приветливой женщиной. Она себя держала с жителями деревни, когда приезжала, очень просто. Историки кино и театра считают, что именно Таня Юн сумела раскрыть своеобразие характера местных жительниц. В год театра в Ядринском районе строят большие планы. Мы планируем проведение межрегионального фестиваля имени народного артиста СССР Николая Дмитриевича Мордвинова. Это будет фестиваль с приглашением коллективов соседних районов и регионов. В гастрольный тур по республике отправятся актеры Асламасского народного театра, а в гости ждут коллективы государственных театров Чуваши. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Далее вас ждут правовые новости от компании «Гарант». А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Минтрут России разъясняет, как проводится специальная оценка условий труда в организациях микро- и малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей. В ведомстве напомнили, что указанные категории работодателей по общему правилу не освобождены от обязанности по проведению СОУД. Однако, если у ИП отсутствуют наемные по трудовому договору работники, то спецоценка у него не проводится. Также СОУД не проводится, если ИП привлекает специалистов на условиях аутсорсинга или если такие специалисты работают на дому или дистанционно, и у них отсутствуют постоянные рабочие места. Кроме этого, Минтрут намерен разобраться с проблемами досмотров офисных работников. Планируется признать утратившим силу пункт 3.2.2.4 перечня, которым к числу вредных факторов отнесено электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПВМ. В ведомстве отмечают, что работа на компьютере, как таковые, не являются работами с вредными или опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний. Изменения планируется внести уже в августе этого года. И об отпуске. Минтрут России оценил правомерность предоставления работникам отпусков в выходные дни. Трудовым кодексом не установлен запрет на предоставление отпуска работнику в случае, если начало отпуска приходится на выходной или нерабочий праздничный день. Вместе с тем, предоставление ежегодного отпуска исключительно в выходные дни не будет соответствовать требованиям трудового законодательства. Однако предоставить отпуск исключительно по выходным дням и соблюсти при этом все требования закона невозможно. Ведь для этого отпуск придется разбить как минимум на 14 частей, по два дня. А согласно статье 125 ТК РФ, хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Формально СТК РФ никаких препятствий для этого разбития отпуска на части не следует. Его правомерность признают в своих многочисленных консультациях и специалисты Роструда.